всем привет и добро пожаловать сегодня испечем пирог с рыбой я завела дрожжевое тесто рецепт у меня такого теста на канале есть я оставлю ссылку под видео также рецепт оставлю под видео пока тесто у нас поднимается мы с вами разделаем рыбу рыба у меня здесь горбуша вес ее один килограмм мы возьмем только филе также еще нам понадобится 1 луковица средняя 20 грамм сливочного масла 1 лавровый листик соль перец и одно яйцо это у нас пойдет на помазку пирога а сейчас приступим к разделыванию рыбы отрезаем у рыбы голову также отрежем хвост ставим нож поверх кости и прижимая нож косточки обрезаем филе рыба должна быть хорошо почищенная потому что мы филе возьмем с кожей все одну часть обрезали срезаем кости также вот здесь вот косточки хребет вот этот вот весь вырезаем обрезаем здесь плавники также все пленки срезаем здесь проверяем чтоб не было костей все одно филе у нас готово сейчас сделаем также второе филе эту половинку рыбы точно также поверх кости ставим нож и обрезаем нож прижимаем косточки и она хорошо обрежется филе подготовили и нарезаем на тоненькие кусочки по 2 миллиметра нарезаю совсем тоненькие вот такие вот тоненькие кусочки я нарезаю рыбы так я сейчас нарежу всю рыбу завешу скажу сколько вес получился рыбы в чистом виде грязном виде рыба была у меня килограмм рыбы в чистом виде получилось у меня 700 грамм солим и перчим по вкусу рыбу нарезаем лук лук нарежу мелко я нарезаю очень очень меленько и смешиваю его с рыбой но если вы так не хотите то вы можете допустим нарезать полукольцами лук или кольцами и уже добавить его сверху на рыбу ну а я буду нарезать мелко мелко сейчас нарежу лук и добавлю его к рыбе все это перемешаем лук нарезала мелко добавляю его к рыбе также у нас уже в рыбе соль и перец я добавила и все это смешиваем перемешиваем и оставим пока рыбу поставим в холодильник пока не поднимется тесто сейчас поднимется тесто и начнем делать пирог тесто поднялось и подсыпаем стол мукой не очень много немножечко выкладываем тесто и разделим тесто так чтобы одна часть один пласт который мы будем катать вниз чтоб он был чуть чуть побольше а один у нас будет кусочек который мы будем катать наверх чуть чуть поменьше вот этот кусочек верхней пока снова убираем в чашку накрываем его полотенцем а этот сейчас будем раскатывать у меня лист прямоугольный поэтому я тесто буду раскатывать прямоугольник раскатываем так тесто чтобы края не были толстые стараемся края раскатывать и к серединке обязательно рукой вот так вот потрогаем если где толще там подкатываем тесто все раскатала тесто и вот в такой прямоугольник немножечко припудрю мукой у меня листик здесь 27 на 35 я его немножечко смазываю пергамент подсолнечным маслом и перекладываю наш кусочек теста который мы раскатали тесто разравниваем где вот эти вот кончики если они толстые в них немножечко руками разминаем разложили рыбу по всему пирогу равномерно чтобы везде было ровно чтобы у нас не было пустот насильно на края рыбу не ложим чтобы можно было он нам защипать пирог все разровняли всю рыбу у меня было 20 грамм сливочного масла я разрезала на маленькие кусочки и выкладываю по всему пирогу кусочки сливочного масла сливочное масло ложу потому что горбуша сама по себе сухая рыба и когда делаю пирог с горбушей добавляю немножко сливочного масла грамм 20 больше не надо масло разложили также у меня еще один лавровый лист я его на 4 части разломлю и в каждый уголочек положу лавровый лист кусочек лаврового листа все сейчас пока это отодвинем в сторону и начнем раскатывать наш верхний пласт теста также подсыпаем снова стол немножечко достаем наше тесто и будем также раскатывать тесто я раскатала сложу его вот так вот на пополам еще на пополам чтоб мне его сейчас переложить и перекладываем на наш пирог подтягиваем все разравниваем и защипываем края сильно толсто не берем вот так вот тоненько-тоненько вот здесь вот по бокам вот сюда его немножечко наверх как будто и поднимаем вот так вот весь край защипываем все вот этот вот край который мы вот здесь вот защипнули мы его немножечко вот так вот на верхушку наверх подворачиваем как бы наверх и так по кругу весь пирог вот так вот подворачиваем вот так вот наверх все сделали и теперь здесь еще вот так вот на раз пройдемся еще вот так вот верхушку вверх вот так вот берем такими защипывающими движениями защипнем весь так пирог так пирог мы весь закрыли хорошо все защипнули если где-то что-то расходится подправляем одно яичко взбиваем им сейчас смажем наш пирог смазываем пирог весь яйцом будет румяный и красивый бока тоже хорошо промазываем вот эти после того как пирог смазали яйцом берем вилочку и делаем в пироге вот такие вот дырочки чтобы пар из пирога выходил посерединке сделаем небольшую дырочку ставим разогреваться духовку на 220 градусов 200 220 градусов я ставлю пирог пока у нас будет разогреваться духовка пирог немножечко расстоится и поставим пицца пирог у меня печется такой 20-25 минут пирог готов готовился он у меня 25 минут берем зубочистку проверяем пирог на готовность палочка должна быть сухой пирог готов смазываем или сливочным или подсолнечным маслом я сегодня смажу подсолнечным он будет блестеть от подсолнечного масла но от сливочного конечно будет такой более матовый цвет накрываю пирог бумажными полотенцами сверху еще полотенцем закроем и так дадим постоять пирогу отдохнуть потом будем разрезать смотреть какой он у нас внутри пирог остыл посмотрите какой он мягкий сейчас мы его разрежем готовьте с удовольствием у вас обязательно все получится рецепт тесто я оставлю под видео еще я оставлю под видео ссылку на тесто вот такой вот пирог у нас получился с вами в разрезе кому понравился мой рецепт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии и до новых встреч на кухне у цыганочки всем пока